За ходом реконструкции Петровского бульвара следят не только сотрудники администрации, но и жители города, которые ежедневно оставляют нелестные отзывы в социальных сетях. Но, как говорится в пословице, собака лает, а караван идет. Так и здесь за непродолжительное время произошли изменения. Продолжается реконструкция Петровского бульвара. И сегодня также оценили ход проведения работ. У нас сегодня ведутся уже на отдельных участках работы по выставлению поребриков. Готовятся основания под бетонирование и под дальнейшую укладку плитки тротуарной. Работы ведутся, параллельно ведутся работы нашими археологами. И мы видим, что часть групп археологических уже перебазировалась к центральной библиотеке. То есть, по сути, половина Петровского бульвара в каких-то вопросах, в какой-то части археологами тоже уже отработана. Мы сегодня видим, что подрядчик привлекает дополнительные субподрядные силы для того, чтобы активизировать эти работы и скорее убрать эту проблему, такого дискомфорта для наших граждан. В связи с временным закрытием полигона санитарное состояние улиц, по мнению главы, желает быть лучше. Данная ситуация находится под ежедневным контролем, чтобы не допустить коллапса. Посмотрели, в каком состоянии сегодня площадки ТКО. На многих площадках есть уже образование свалочных очагов. И, собственно, сегодня в рамках объезда были даны соответствующие поручения муниципальной инспекции и представителям регионального оператора по оперативной ликвидации этих проблем. Значит, будем дальше продолжать мониторить. И, параллельно, мы помогаем, конечно, сегодня нашему триотек свалки для того, чтобы получить необходимые документы и возобновить работу. Так что это сегодня проблема номер один. И в рамках объезда мы, в общем-то, в первую очередь обращаем внимание на это. В ходе объезда Владимир Рощупкин встретился с горожанами, которые в свое время обращались к главе за решением той или иной проблемы. Так, например, жители переулка Казачий хотят улучшить качество дороги для безопасного проезда. Ну и, помимо прочего, проехали, посмотрели в рамках капитального ремонта на квартирных домах. У нас по Чехово-25, Чехово-21 заменены лифты полностью. Мы посмотрели новое оборудование, такое современное, в общем, достаточно комфортное. Все это выполнено, я думаю, люди это оценят. И продолжаются капремонты по другим домам. Заживали на Севастопольскую, посмотрели, Севастопольская 113, посмотрели ремонт фасадов. Сейчас продолжается ремонт кровли, выполнен ремонт от мосток. Ну, также пообщались с жителями. Главное, что люди довольны качеством. Собственно, сегодня все эти вопросы на контроле. Ивана Пажельцева, Александр Кучец, Азов.Инфо.